Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом, установленный в памяти о жертвах бесланской трагедии. Во всей России и многих странах мира вспоминали эти сентябрьские дни 2004 года. На медицинском факультете Чувашского госуниверситета акцию дополнили учебной тревогой. По сценарию дежурные корпусы М обнаружила фойе самодельное взрывное устройство. Дальше началась отработка алгоритма действий. Как должен вести себя педколлектив, что должен знать каждый студент, где могут возникнуть сложности, выясняли на практике. Без паники, у нас угроза. Покидаем все здания, помещения. Все на первый этаж, выходим во двор. По нормативам с эвакуацией людей из трех корпусов, а это более тысячи человек, должны были управиться за 10 минут. Так и получилось. При возникновении реальной угрозы, место укрытия – кинотеатр «Сеспель». Сегодня же собрались на факультетском стадионе, чтобы почтить память 334 жертв Бесланской трагедии – детей, учителей, родителей и бойцов спецподразделений, погибших при освобождении заложников. Десять лет прошло с того сентября, и детали постепенно сглаживаются из памяти. Но ощущения, пережитые в те дни, ребята помнят до сих пор, хотя большинство из них были маленькими. Помним, что было очень страшно. В прошлом году у нашей школы был день памяти. У нас также выстраивалась вся школа. Мы передавали сердце через руки каждого. В условиях не учебной, а настоящей чрезвычайной ситуации медицинским работникам отводится важнейшая роль. Неслучайным парламентером в Беслане стал детский доктор Леонид Рошаль. Сегодня будущие врачи готовы, если понадобится, бежать на передовую. Побегу. Без всяких рук побегу.